Добрый вечер. Как меня видно, слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Хорошо меня слышите? Пошли плюсики? Хорошо. Расскажу вам свою историю, как я пришла в Арифлейм, как у меня получилось выйти на уровень 12%. Зовут меня Олеся Михайлова. Я, мне 34 года, я замужем, у меня два прекрасных сына. Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Моему младшему ребенку сейчас два с половиной годика. По образованию я учитель начальных классов. То есть, закончив университет, я сразу пошла работать в школу, отработала и ушла в декрет. С компанией Арифлейм я знакома уже давно, еще со студенческих лет. То есть, 12 лет назад я уже была консультантом компании, но я не могу сказать, что я тогда работала. То есть, строила свой бизнес, я просто покупала для себя продукцию, и продукцией пользовались мои подружки, которые тоже заказывали у меня по каталогу. Закончив университет, вот я ушла работать в школу, и, скажем так, моя работа с компанией Арифлейм на этом закончилась. Но продолжала я все равно продукцией пользоваться. То есть, можно сказать, что однажды попробовав, да, каждый из нас когда-то сделал свой первый шаг в этом мире. Просто некоторые на этом не остановились. И я вот, можно сказать, что не остановилась, продолжала пользоваться продукцией. В Арифлейм меня после этого еще приглашали не один раз, то есть, много раз поступали предложения. Но почему-то я не видела, что здесь можно зарабатывать. Вот однажды, в феврале месяце вот этого года, мне позвонила Надя Прудникова и пригласила в очередной раз Арифлейм. Я ей сразу сказала, что, ну, я подумаю, подумаю, она мне сбросила вебинар с проекта посмотреть. Ну, это теплый рынок, то есть, это моя подруга, мы вместе учились в одной группе. И она мне сказала сразу прямо, Олеся, я хочу поехать в Сочи. То есть, ну, вы знаете, что у нас сейчас будет, да, моя энергетическая конференция в Сочи. Она сказала, тебе надо зарегистрироваться, я хочу поехать в Сочи, помоги мне. То есть, по теплому рынку так можно работать. Ну, как не помочь подруге? Конечно, я зарегистрировалась. И что мне больше всего понравилось и впечатлило меня, это сразу же я увидела стартовую программу. Катя уже рассказывала, да, не, то есть, я останавливаться не буду. Скажу, что первый шаг, это моя любимая серия молоко и мед. И я подумала, а почему бы мне, если компания предоставляет такую возможность, не воспользоваться ей и не получить такой набор за 67 500 белорусских рублей. И в течение недели у меня был уже заказ на 100 баллов. Причем, ну, мамы в диктете меня поймут, что круг общения, скажем так, небольшой. Песочница, да, соседи, подруги. Позвонила одной подруге, второй, соседи узнали, что я в рефлей. И вот заказ на 100 баллов был сделан в течение недели. И с того момента, вот с февраля месяца уже прошло 5 месяцев, и я в каждом каталоге вхожу в золотой премьер-клуб. То есть 250-300 баллов я делаю в каждый каталог. Компания Reflame научила меня мечтать. То есть мечты, вы сами знаете, что сбываются тогда, когда сильное желание превращает их в конкретное действие. Желание появилось, мечты появились, нужно было действовать. Посмотрев вебинар, на одном из вебинаров я запомнила одно золотое правило. Спонсор всегда прав. И сейчас на вебинаре очень много новичков, и, смотри, девчонок из моей команды тоже очень много. Поэтому хочу сказать, как говорила тогда директор наша Марина Городникова, что кто достает спонсора чаще, тот быстрее растет. Поэтому, девчонки и мальчишки, доставайте своих спонсоров. Потому что, особенно когда большие команды, чем чаще вы напоминаете о себе, чем задаете больше вопросов, тем быстрее вы растете. Чтобы достичь быстрых успехов, сложного ничего делать не надо. То есть нужно делать основное. Это соблюдать правила трех П. Пользоваться продукцией, посещать обучение и приглашать людей. Все это делала я. И сейчас об этом вот и вам рассказываю. Как стала участником золотого премьер-клуба, я уже говорю. То есть это с каталогами я никуда не бегаю. Никому не показываю, как Маша вот рассказывала. Он, конечно, в сумочке у меня, если я куда-то выхожу с собой. Ну, выхожу я не часто, если выхожу, то по делам и с ребенком. Но каталог я сразу, когда получаю, то есть я прописываю цены в белорусских рублях сразу. То есть потому что людям так пересчитываю, считаю. Сразу, когда написано, они лучше соображают, скажем так. А дальше, где туалетные водички, я в файлике делаю кармашек и туда вкладываю ароматик, чтобы можно было, да, помнить. Вот, почувствовать этот аромат. Далее, если вы сами пользуетесь продукцией, она вам очень нравится, то, естественно, вы не можете не поделиться со своей подругой, со своей соседкой, со своими родными, что вам это очень нравится. И как муж говорит, у тебя горят глаза, когда ты про это рассказываешь. Естественно, если я попробовала помаду, ну, вот последняя новинка, да, наша лаковая помада, скажем, прямо в каталоге она меня не впечатлила. Но на банкете успеха, который вот у нас был 24-го числа, когда я ее попробовала, я была в восторге. И, естественно, я всем своим знакомым уже про нее рассказала. Вот так получается, и, ну, половина из этого, скажем, 100 баллов где-то у меня получается продукция wellness. То есть я и муж, мы пьем wellness pack, и дети у меня пьют витамины и аминалу. Вот, ну, и, естественно, подруги тоже детям берут витамины wellness. wellness. Поэтому проблем с баллами у меня как-то нету. Да, глаза горят, когда пробуешь, и тебе это нравится, действительно. Вот, и хочу сказать еще очень одну важную вещь, такую, что если вы действуете, если вы что-то делаете, то все возможно. Просто на невозможное требуется больше времени. Не получилось у вас за неделю сделать 100 баллов. Действуйте, получится за 2, ну, за 3 точно получится. И когда вы приглашаете людей, поначалу, вот я, когда набирала, да, команду, очень расстраивалась, что многие говорили нет. И вспомнив стюардессу в самолете, да, которая предлагает чай, кофе, мы не расстраиваемся, если она скажет нет. И можно наш бизнес сравнить с началом хождения ребенка, да, когда ребенок учится ходить и падает по 50 раз, его почему-то не посещает мысль, а может, это не мое. А у нас, к сожалению, многие новички, кто-то пытается что-то сделать, не получает, вот это не мое, а некоторые даже не пытаются. А ребенок, он встает и снова идет. И если вы будете делать, делать, делать и стремиться достичь того, чего вы хотите, то обязательно получится. Причем сложного ничего делать не нужно. У нас классный бизнес еще потому, что мы работаем командой. И вот в этом каталоге, в 10-м, моя команда, скажем так, я была очень рада, я очень была горда, что у меня 40 новых званий за 10-й каталог прошло по команде. И моя личная веточка, получается, с 3% за один каталог, вот, девчонки вышли на 9%, то есть сразу 3, 6, 9% мы сделали за один каталог. То есть работая командой, все обязательно получится. Еще за это время, вот, особенно последние, когда став менеджером уже, да, 9, вот сейчас 12% это, естественно, все суперклассные мероприятия. Это мегафорум вот у нас был, да, мероприятие. Банкет успеха. То есть впечатление обалденное, незлодимое, когда ты стоишь на сцене, на тебя сыплется мишура, с потолка летят шары, все поздравляют со всех сторон фото вспышки. Есть к чему стремиться, есть ради чего работать, ну, ради кого работать, я думаю, вопрос тут у всех понятен, ответ, вернее, на вопрос, что это, конечно, наши дети, ну, у меня, по крайней мере. Вот это с последнего нашего банкета фотографии. И, конечно, хочу сказать спасибо огромное своей команде. Девчонки, вы молодцы. Вот, в этом каталоге будем уже стремиться, чтобы у нас было уже не 6% много, а уже менеджеров много. И хочу сказать всем, не бойтесь рисковать, бойтесь не сделать ничего, чтобы начать жить лучше. Все в ваших руках, все зависит от вас. То есть, ваша мечта у вас есть. И стремитесь, пожалуйста, чтобы она у вас... Спасибо. 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 Спасибо.